Товарищ полковник Поляков, вот рады мы вас видеть в нашей редакции в этот раз и как никогда, поскольку, насколько я знаю, вы прибыли в Кременчуг на 10 дней на ротацию, и после этого отправитесь назад, на фронт. Так точно. Ага. Значит, начнем с главного вопроса. Летом мы с вами встречались, я помню, война уже в Украине шла, я вас спрашивала, почему вы не в армии. И вот мы узнали в сентябре, что вы оказались в армии. С какого числа и где служите? С 4 сентября служу, батальон формировался под Запорожье, потом формировался как батальон Министерства обороны, ну и, соответственно, после формирования, боевого слаживания был направлен для выполнения боевых задач. В 30... Последнее место это Авдеевка. Оттуда производилась ротация уже на новое место. Почему приняли решение идти все-таки в действующую армию? Мы когда с вами разговаривали, вы говорили о том, что вы, педагог, и ваша задача учить воевать. Правильно. Эта задача и остается. Мои дети пошли воевать, которых я выпускал с военного лицея. Назвать ребят можете, которые... Я знаю, что один погиб. Да, Рома Прищепа погиб. Всех... Ну, конечно, всех нет. Да, всех не назову очень много. А вы говорили, с чьим-то отцом вы воюете сейчас? А сейчас я воюю с... Ну, вот, кстати, на фотографии, да. Это самый тяжелый блокпост под Авдеевкой, который, наверное, очень часто обстреливался. Вот с этой стороны, вот он. Это отец лицеиста, мальчика, который сейчас учится в военном лицее. Именно сейчас. Яковенко Олег. Хороший боец. Валюет неплохо. А отец добровольцем пошел? Отец пошел добровольцем. У меня в батальоне около 20 человек с Полтавской области. Так что есть в Кременчуге? Добровольцы или мобилизованы? Добровольцы. Ну, мы все шли по мобилизации. То есть добровольцы, но шли по мобилизации. Поэтому, честно говоря, очень приятно было, когда я эту фотографию отдал мальчишке. И он был счастлив, и видеть отца. Все-таки любой, кто там находится, любой, кто находится под минометными обстрелами, уже герой. Я считаю, что его отец такой же герой, как и все. К сожалению, одна проблема, что в лице этих героев почему-то не вспоминают. Скажите, мы с вами когда разговаривали, вы говорили учить вести боевые действия. То, чему вы учили, соответствует той схеме боевых действий, которые сейчас происходят? Уже нет. Наверное, одна из причин, почему я пошел, это кроме того, что мои дети уже воюют. Плюс новая война, новый опыт ведения боевых действий. Он абсолютно отличается от того, которому учил я когда-то в лице. То есть то, чему вы учили, это воины былых времен? Устаревший опыт? Все отбрасывать нельзя. Все отбрасывать нельзя, но ситуация уже меняется. Да, опыт устаревший. Это войны 20 века. Многие вещи взяты со Второй мировой войны, они тоже нужны. Это то, чем мы учили. Да. Но сейчас уже, вы же знаете, это странная война. И, вероятно, всего эта странная война, она будет происходить не только на территории Украины. Но тактику этой странной войны мы будем уже изучать как историю войны. То есть, соответственно, в высших военных учебных заведениях понадобится новая категория преподавателей, боевые офицеры, прошедшие вот эту украинскую кампанию. И не только в высших. И в военных лицеях пора начинать вводить офицеров, которые прошли именно вот эту кампанию. А вы каким-то образом вообще классифицируете опыт, то, что там видите, или не до того? Нет, обязательно. Собираю литературу. Какую литературу? А там есть методички различные. Например, убей снайпера. Жалко, я не привез, я бы показал вам. Убей снайпера. Иначе снайпер убьет тебя. Ну, то есть, литература есть и достаточно. Литература, которая может... То есть, все-таки методички какие-то? Это удивительно. Мы слышим о том, что даже формы и довольствия нет. А тут вы говорите, методички распространены. Есть. Я, к сожалению, не взял с собой. Может быть, когда-то там можно будет. Я покажу это все. Я все это собираю. Это все будет необходимо для обучения детей. Ну, а формы и довольствия, ну, как сказать, хватает. Просто, опять же говорю, мы выходцы из 20 века. И система тылового обеспечения, она была построена на... Вы зам по тылу, да? Так точно. Батальону. Да. И построена она на опыте прошлых войн. А сейчас просто меняется война, скоротечность ее. И сама тактика ведения боя. И те, извините, сапоги ХБ, которые были у нас в советское время, оно уже не проходит. Это правда, что осколки мин могут пробить ствол миномета? Не то, чтобы они жили. Да. У нас был разбит склад после минометного обстрела. Вот миномет «Василек» 82-мм. Тоже у меня где-то есть. Ну, на фотографиях могу показать. Насквозь прошивается. Осколком мины ствол миномета. Вот кевларовый шлем и кевларовый бронежилет его не держат. Ого. Ну, там скорость начальная. Если у пули там 600 метров, то у него начальная скорость 1200, если не больше. Так что... Так средства индивидуальной защиты называть средствами... Земля. От миномета только земля. Блиндажи. Блиндаж? Да. И землянка наша в три наката. Слушайте, а как ваши бойцы научились рыть такие профессиональные блиндажи? Когда по вам стреляют... Стеночки ровненькие. Ну, паника начинается, когда по вам стреляют. Вы понимаете, что надо закапываться в землю. Не, ну это красивый ответ, но все-таки я видела, вы показывали фотографии, блиндажи сделаны основательно. Все блиндажи в зоне сделаны основательно. Есть специальные инженерные службы. Они помогают в этом вопросе. Вообще бойцы сами делают. Мы часто получаем информацию от волонтеров и от бойцов, что если вот регулярное соединение там нормально относительно с довольствием, то блокпостов, на блокпостах, как правило, проблемы и с кухней, и с продовольствием, и со средствами защиты, водоснабжением и так далее. Там тяжело нести службу? На блокпостах, конечно. Каждый блокпост это 200-300 метров до сепаратистов. Поэтому всегда тяжело, когда почти прямой контакт, прямая видимость. Вы их все называете сепаратистами, они давно уже стали противником, это война. Я знаю. Ну уже по привычке может быть. Сепары, сепары, есть сепары. 200-300 метров всего? Да. В прямой видимости очень часто. Так что подвоз, вы говорите, да, есть определенные сложности, но в целом вопросы всегда решаются. Ну не бывает так, чтобы все было идеально. Не бывает так. Но я могу показать, сколько продуктов находится у нас на блокпостах, находилось. То есть я сейчас говорю в прошлом, потому что я имею право говорить, уже батальон покинул свое месторасположение. Это не является, так сказать, секретной информацией. Но там достаточно было продуктов. Да, есть сложности с обеспечением вещевым. В наших батальонах очень такой весьма пестрый социальный набор личного состава, начиная от предпринимателей. Что действительно есть на войне предприниматели? Директор завода, 700 человек работает у него. Почему он пошел воевать? По той же самой причине, что все остальные добровольцы. Разве у добровольцев у всех одна и та же причина? Мне кажется, да. Все пошли защищать Украину. А? Защищать Украину? Ну, у него достаточно денег, чтобы он мог. Это классно. У нас на сайте, например, некоторые комментаторы пишут, вот в последнем материале, по-моему, комменты были по мобилизации. За что ему погибать? За бизнес Порошенко, бизнес Коломойского. То есть вы не считаете, что вы воюете за бизнес Коломойского или Порошенко? Все-таки за Украину? За чьи-то бизнес воюю. Но есть еще более высшие материи. Кроме бизнеса. Ну, говорите свою любимую фразу. Какую? Родину защищать. Родину защищать, правильно. Есть такая профессия, родину защищать. Она была, есть и будет. Я думаю, она никогда не устареет. Как и этот фильм. Офицер всегда остается офицером. В какие бы условия он не попадал. А вот наш военком сообщает, что офицеры запаса не спешат являться сейчас на мобилизационный пункт в Менчуге. Ну, что я могу сказать? Офицеры не уходят в запасы. Но есть люди с воинским званием. Это тоже две большие разницы. Самое тяжелое, с вашей точки зрения, как все-таки кадрового военнослужащего на этой войне? Самое тяжелое, это когда она закончится. Ну, мы с вами, я поэтому спросила, мы говорили, вы сказали, что эта война может быть долгой. Самое тяжелое будет, когда она закончится. А? И когда люди с... Вьетнамский, афганский синдром? Это будет хуже. Почему? Ну, потому что афган, он рассеивал людей. Советский Союз был очень большой. И концентрация бывших афганцев, она незаметная была в Советском Союзе. Сейчас концентрация людей, которые вернутся с этой войны, будет огромная по Украине. Не поэтому ли добровольческим батальонам так и не придают, хотя война длится почти год, тяжелую артиллерию и серьезное вооружение? Я бы не сказал такому. Чтобы они не развернули его... У нас есть тяжелое вооружение, добровольческое. Сейчас все добровольческие батальоны подвергнуты. В подчинении, кто нас гвардии, кто минобородии? Отлично, да. Сейчас уже вот эти вот анархические эти убраны. Я вас перебила. Вы сказали, что самое тяжелое будет, потому что большинство людей сконцентрировано на нашей меньшей, чем размеры Советского Союза, площади. Их в чем тяжесть? Ну, в чем тяжесть? Видит. Тяжесть в том, что психика не всегда выдерживает нагрузки. А у нас психологическая служба является водка. Черный хлеб, селедка. Да. Раз. А второе, все об этом прекрасно знают, что огромное количество боеприпасов в настоящее время растекается по Украине. Это да. Неконтролируемо. То есть это реальная опасность? Это очень реальная опасность. Я с ней сталкиваюсь почти ежедневно, являясь начальником лагеря пункта постоянной дислокации под Заборожьем. Ах, представьте, психично неустойчивая психика и в кармане гранат. Ну, здесь дело, наверное, не только в неустойчивой психике будет. Как обычно, криминальные группировки ищут себе исполнителей среди таких категорий людей. Может быть. Товарищ полковник, а вопрос под завязку, который, наверное, интересует всех посетителей нашего сайта. И с Вашей точки зрения, когда закончится эта война? Этот вопрос мне задают постоянно. Ответа у меня на этот вопрос нет. Я офицер, я выполняю боевые задачи, которые ставятся в конкретном месте, на конкретных условиях. Тогда вопрос как офицеру. Как офицер, Вы считаете, может ли война просто закончиться? Или все-таки войны выигрываются или проигрываются? И она может закончиться либо победой, либо поражением. Это было, наверное, в 20 веке. А сейчас войны начинаются политиками и ими же заканчиваются. Это шанс. То есть у нас есть шанс, что не победив российских наемников в полном объеме, Украина сможет договориться. Мы можем победить себя и стать государством, которое сумело первым выиграть эту войну политически. Субтитры создавал DimaTorzok